Ну что, FIX SHOW FOUR Вы ждали, вы хотели Мы сделали У вас наверное сейчас 1 мая А у нас все еще 8 марта Поэтому мы сегодня поговорим про наш бьюти вход Ну что, у меня сегодня косметичка Dior Я ношу ее как клатч Я на самом деле придерживаюсь Правил таких ничем Ничем никогда не пользоваться Чтобы выглядеть прекрасно, кожу перегружать нельзя. Поэтому самый главный аутфит моей косметички это гигиеничка-лакомка. Дается в буксе, в семишаполе, в тёрочке. Дает супер, конечно же. Дает невероятный ягодный оттенок. Ягодная лукошка-лакомка, пожалуйста. Вау, очень приятный весенний аромат. Лучшая гигиеничка в мире. Но я с тобой еще поспорю на этот счет. Что дальше? У меня здесь вот такая вот штучка, я ее не пользуюсь, естественно. У меня все такое для красоты. Это просто вот где-то достать, вот знаете, достать и вот Шанель. Протануться. Да, то есть ей 7 лет, она уже 0,10 класса в розыске. Кстати, в твоем стиле, вот ты же любишь, когда хайлайтер, там, 50 человек пальцев туда засунули. Вот та же история. Ну, конечно же, просто первый попавшийся в подружке. Клиттер. Его хватает на неделю. Поэтому, неважно какой он должен быть. Это база. Детская подводка. Я перепробовала все возможные марки. Дорогие, недорогие фломастеры, кисточки. Нет. Лента. Подводка для детей. Одна линия, даже если у вас руки растут не из того места, как у меня. Любая линия будет изящно красиво, потому что толстая кисть. Тоже срок годности давно истек. 8 лет предмету пользуюсь до сих пор. А я напомню, если у вас руки растут не из того места, как у нас. То можете посмотреть первый выпуск и вспомнить, как нужно собираться на вечеринку. Кстати, да. Мы сами недавно пересмотрели и считаем, что... Индийские капли Сазона. Зачем? Капельки. Для блеска в глазах. Имеют такой симпатичный, пощипывающий, покусывающий эффект. Так, Сазу назначат набор сережек за 100 рублей. Из них, ну, одни вам точно какие-нибудь подойдут. Вот я ношу со змеями. Но сегодня у меня особый лод. Опять все чужое, опять не мое, опять не заточек. Айла Вибера, между прочим, сегодня провозгласила новый тренд на розовое. Так что вардукор нас не покидает. Ну что, ладно, я признаюсь. Иногда я все-таки крашусь. Потому что я живу в Петербурге. Все, кто живет в Петербурге, знают. Петербургский климат располагает к фиолетовым синякам под глазами. Даже если ты зожница, не пьешь, не куришь. Поэтому я использую крем Шесейда за 17 тысяч. А он дает такой легкий-легкий. Ну вот как будто тебе 15. Он как флюид. Он как флюид. Он даже мне подходит. Вот он как флюид, да. Но, скажу вам честно, вот я им пользовалась, пока курила сигареты. А потом я бросила курить. И поняла, что кожа стала такого, знаете, качества. Вот как она в 20 у меня не была. И поэтому мы можем уже купить подружке что-нибудь во втором время. И оно ложится ровно так же. Ну, конечно же, красная помада Red Russian. Уже вся в каких-то пятнах вымазанная, перемазанная слоями. На какие-то другие черные помады. И последнее, конечно, волосы. Волосы. Пришла, значит, я вот на районе в парикмахерскую постричься. Очень плохо постригли. Но еще впарили они, что все время что-то впаривают еще. Впарили мне какой-то вот флюид. Ну ладно, возьми. Соглашусь на этот дешевый маркетинг. И вы знаете, эта штучка единственная, что справляется с моими волосами. При других обстоятельствах это солома, как у Кузи из Дома. Но это опять же все необязательно. Если у вас есть раритеты из Эпеки, вы можете носить эту штучку с собой, сделать просто вот варивку всех мокрых волос прямым текстом. А можно не сделать? Да. Тебе уже пора. У нас хоть еще весенний тренд. Мы все отрашиваем волосы, мы соскучились по длинным ширинуровым. Все, уже хватит, уже капает. Много не хватает. Хотела рассказать про скраб. Конечно, тоже. Но вот в Петербурге, даже если ты зожница, вообще не пьешь, не куришь никогда, ничего такого на вечеринке уже не ходишь в 15 лет, но вот кожа требует иногда небольших стрясочек. Кофе вы его можете сначала даже выпить. А потом из чашки, то есть вы погадали, вы погадали на кофейной гуще. И вот этот жмых, я постоянно покупаю эти скрабы. Это все вообще ни о чем. Вот кофейная гуща, и вот я в 48 лет выгляжу на кухне. Вот все мои секретики, пользуйтесь, пожалуйста. Мне не жалко, мне не жалко. Как уже сказала наша ведущая, все мы живем в Петербурге. Климат здесь влажный, поэтому все трескается. Как влажный? Просто омерзительный. Лучшее средство для губ, как мы знаем, вазелин. И вот этот бальзам, Эвелин Сос. Наносим его на ночь, и ваши губы, как у младенца. А в комментариях, пожалуйста, все-таки проголосуй. Что же победит? Эвелин Сос или лаком. А вы еще мой не видели? Слабничка и малинка. Крашусь я только на вечеринках, чтобы было видно издалека. Поэтому приходится использовать все сияющие штуки. Ой, так это мой. А это мы порвешиваем. В темноте очень удобно наносить. Тоже не очень гимично, конечно, если у вас есть друзья в этом клубе. Но в целом, сверху обязательно закрепляем еще вот таким рассыпчатым гайлайд. Чтобы наполнить свой вот этот сияющий образ, можно иногда, ну, красная помада. Немного морковненькая, да? Да. Крятомка, кстати. Вот. Только дороже в три раза в чём-то. Я пойду, ну, зачем переплачивать? А самое-то главное я забыл. Мои кристики... Лучше уходовое средство. Лучше уходовое средство для вашей коши. Это энергетик. Оно и бодрит, и веселит, и разглаживает кожу, и сужает поры, и ты становишься молодым на 30 лет. Владленом вот это вот... Свои-то 48. Владленом свои 48 скупают вот эти все средства. А я в свои 20, чтобы выглядеть на 5, покупаю энергетик. Но есть о чём задуматься. Кирилл, а что у тебя в косметичке? Спасибо за вопрос. Это так неожиданно. Так, друзья, можно не перебивать, когда у меня начинается моя часть рубрики? Пожалуйста. Так, друзья, пора переходить к самому интересному. Без чего я никогда не выхожу из дома. Это наушники в таком нежном чехле. Волшебном. Барби-хор, как бы... Следующая вещь, без которой я тоже не выхожу никогда. А это ваш на поцелу? Улыбка радуги 69 рублей. Вот вчера подобрел. Очень вкусно. Губа не увлажняет это слово совсем. Вещь максимально бесполезная. Это ботилаконку или эвелинсос. Можно что-то рассказать. Ну, паспорт. В обложке от Луис Виттон. Эксклюзив. Продается только в сумме. Там была распродажа 200 рублей. Все покупают зиму. А почему такой акцент? Так я специально, чтобы... Чтобы люди понимали с Патриком, чтобы поняли, что это бренд. А то не все же знают, как он правильно произносится. Так, ребят, ну и последняя вещь, которую я тоже всегда ношу с собой, чтобы получать скидки во всех возможных местах, это студенческие. И там у меня очень красивая фотография. Я, конечно, всем ее покажу. Фотография супер. Я могу вам честно всем признаться, что я не пользуюсь никакими клемами. Конечно, я тоже. Придет твое время. Будешь пользоваться. Не придет. Мне 48, оно еще не пришло. Я думаю, в следующем году перейти на мероприятие, когда уже будет пора. Вы сначала моете голову с шампунем, потом делаете маску, а только потом делаете еще сверху кондиционер. То есть маску не в конце, а промежуточный этап между шампунем и кондиционером. Тогда она будет действовать дольше. Вау, как интересно. Дорогие друзья, это фальш-подкаст номер два, и мы начинаем. Как вы знаете, сейчас проходит неделя моды в Москве, и наш тайный репортер специально вчера выехал туда на Сапсане утреннем и сделал бэкстейдж-фотографии. Это эксклюзив. Вы не увидите это больше нигде. Предлагаю начать с первой фотографии. Дама в белом. Опа! Так это не Москва, это Куршене. Или дама слева привлекла. Мое внимание, конечно, привлек толстый, широкий поясок. Потому что это что-то новое, этот тренд к нам давно не возвращался. Я устала от этих... Почему так близко? Почему так двигается в небе? Потому что меня там видно. Я считаю, это легкая колхозная деталь добавила динамики. А пояс джинс? Пояс джинс это легендарно. Я вчера говорю, Леш, давай не засебать. Вот давай, вот что-то приятно было смотреть на нас. Вот давай, мы тут не будем это делать. А я вот пошучу. Давай, аккуратно это. А дама как будто бы у нас сбежала с какого-то лыжного курорта. На ней, пожалуйста, лыжные ботинки с креплением. Мне кажется, не очень дорогого курорта по ботинкам. Мы видим тут два человека экспертных, тоже, видимо, аккредитованных с бейджами. И какой-то бренд Лутанин. Ну и опять она болелся сюда, приплела. Я же сказала, что в прошлом выпуске никто, кроме Ренаты, не имеет права это делать. Выглядит это все красиво. Красные колготки. Полгода уже кремят. Сейчас подождите, до них еще до всех катьюта доберутся. И будут у нас полуголые люди ходить по улицам. Ну это или через пять. Я в процедуре уже за мне там. За такого нам уже выйдет. О, ну золото дорого-богатое. Боже, кто-то из Дальше Гамана. Это мой любимый, это Кашкиперский. Мы можем увидеть бренд Ларвин. Ларвин, запомните это имя? Оно еще прогремит. А я хочу обратить ваше внимание на название брендов. Лутанин, Ларвин. Почему не по-русски? Бальзам для губ лакомка. Вот название говорящая. Вот это эксклюзивная фотография. А это мне очень нравится. А вот на самом деле это очень хитрый лук. Казалось бы, базой-базой, но взгляд не оторвается. А мне нравится пропорция, знаете? Я уверена, что через пять минут я забуду все образы грустного. Да. А я уверен, что это накладной живот. Это перформанс. Это перформанс. Это супер-бол Риана. Прошлый год. Риана задала тренинг. Вот, пожалуйста, до России он дошел. Первым впечатлением никогда не надо верить. Да, нужно. Все больше, все больше. Это же мода. У меня знаете, вот один вопрос. Как он сюда попался? Кто это? Дизайнер ли это или модель? Инвестра. Это спонсор. Так вот, как они выглядят. Я думаю, это там очень богато. На хозяйку Лакримоса. Мне очень нравится сумка. Сумочка по рот. Сумка по рот. Она такая. И там какой-то энергетик торчит. Блядь замученный. Видно, что женщина здесь работает. То есть она едет внутри. Не развлекаться с рот. Лакримоса бренд. Повтори еще раз. Лакримоса бренд. Снова на L. Снова что-то от Ланбан. Мне очень нравится вот эта какая-то нашлепка. Нашлепка обалденная. Кренатив. По-русски. Сразу заметно, да, наш эксперт? Это Валентин Бедош. Это я знаю. Это бренд Биллионер. У меня слова кончились. Тут начинают итальянки тихо. А что мы так примолкли? Почему так вдруг такой молчат? Ну потому что фотография такая. Сказать нечего, если честно. Все идеально. Все идеально. Все идеально. Я думаю, что эти мужчины, кстати, тоже очень богаты. Я думаю, да, не стоит тут лишних слов бросать. Мы поставим десяточки. Десяточки. Посмотрите, тут прям вот прям шаг в сторону тренда. Шаг в сторону тренда. Кто-то пошутит про это. Я понимаю, это кончуга. Кончуга, да, такая. А вот здесь что? Это парео. Это стиль. Все включено пять звезд. Это как генюз, либо не исправила. Слушайте, ну есть в этом что-то все равно вот такое отдающее Москвой. Да? Отдающее Москвой. Но на фоне всех остальных образов я считаю это прям вот десяточка уверенно. Да, да. Я понимаю, куда можно в этом быть? На поминки можно. Ну, вот так. Базон можно садить в таком. Тоже эксклюзивный кадр. Это еще, видимо, один спонсор. Ну что я вижу? Я вяжу цепь на шапке. Я такого не видела никогда. Я понимаю, что это какой-то тренд. Возможно, кастом. Он немножко панут, потому что сумочка с шипами. Образ музыканта. Это такой Богдан Цветовир, который вернулся с Гоа. Спустя 15 лет. И вернулся в русскую зиму, и не понимает, как одеваться. И сориентировался только. И взгляд тоже немного потерянный. А вот у меня осталось вопросов, что эти люди там делают? Вот у меня один вопрос все-таки. Почему мы сидим здесь, а не Гоа? Это эксперты. Бывшие редакторы для всех журналов сидят здесь, а эти люди там. Потом расскажешь, откуда все-таки эти фотографии взялись, ты их сделал. Тайный репортер. Ну что, тут какая-то стареющая актриса. Свиста нашего периода. Пытается ухватить последний шанс и свист донуть. Синяя палетка выглядит красиво. У меня это очень приятно. Но на теле 20-летние метки. Оно выглядит великолепно. Женщинам после 48-ми, это я знаю, что мы говорим, не стоит. Вот так позаляться. Так и не скажешь, что я в 48-ми. Потому что, потому что она не носит такие платья. А это не жена Макрона? Это моя любимая фотография. Маму о женщинах в возрасте. Я бы сказала, это референс. Вот как надо. Это волшебно. Вот моя. Мне очень нравится. Две мои. Конечно. Это единственные люди, которые здесь веселятся, улыбаются. Получают удовольствие от мероприятия. Понимаете? Но если честно, я бы хотела обратить ваше внимание на это и намокружево. Как-то неудачно. А сейчас это детали. Так как будто она с голой вечеринки. Что-то накинуло в 45-м. Ох. Очень слабое мое лицо, кстати. Где-то мы его видели. Какой-то было вечеринки. Ну, это база, конечно. Ну, это база. Я пришла на кутюрную, самую лучшую неделю моды в мире. Но я не парилась. Ну, да. Парень хороший. Ну что, дальше. Кто-то... Это мы. Это мы смотрим на все эти луки. Вот с таким же выражением лица. Это прям мем. Платье красивое. Мне очень нравится. Это ты перед не видела. Рано, рано, рано пока. Вдруг такой хренаденький, как я по тебе, блядь, застал. На шляпке. На шляпке есть. В целом образ очень приличный. Блядьи хорошие, если честно. Вот, это Library Core. Да, Office Core, Library Core. Сейчас самое время подвести итоги этой недели моды. Во-первых, я хочу поблагодарить нашего тайного оператора. Кто же это такой? Репортера. Да что это? Сделал нам такие эксклюзивные фотографии. Пока все карты раскрывать мы не будем. Мне бы хотелось обсудить вас. Что, как вам? Понравилось, не понравилось? Что вы думаете? Если бы я до сих пор работала редактором моды, и меня бы заслали, да? Даже туда сказали бы, Ладьян Эгдит, и должна написать об этом. Ну, я думаю, тебе было бы что сказать. Ты какой инстрактив пошел. Я думаю, что это был бы мой последний рабочий день, где узнали. Мне кажется, моды в России цветет, бахнет, как весна, но... Мне кажется, надеюсь, надеюсь, что... Ну, развивается очень по-своему, скажите. Вот прям очень. Это действительно уникальный русский код. Уникальный... Вот. Это настолько, что это наша неделя. Вот наша неделя моды. Наша. Наша. Но за это мы ее так и любим. Да. Поэтому спасибо, что вы посмотрели наш прекрасный подсказ. И мы желаем вам оставаться такими же стилями, как и мы. Пожалуйста. Пальше. 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 Блядь, ты не мой брат, я не знаю, кто ты такой Почему они все говорят, что знают меня? Блядь, нет, я не знаком с их никогда Ты нахуй, кто ты есть в твоем месте, блядь Кто-то ящик разговаривает со мной вообще-то, бля Бля, мои одноклассники крутают мои детские фотки Это пиздец Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге Она жрет мой хуй, как будто это бургер Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге Она жрет мой хуй, как будто это бургер Это фейс, и я лучший рэпер за последние тысячи лет Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге Она жрет мой хуй, как будто это бургер Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге Она жрет мой хуй как будто это бургер Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге Она жрет мой хуй как будто это бургер Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге Я настолько ебанутый, что лежал в... Дургер, дургер You wanted a hit You wanted a hit And baby, you just got hit Я полюбил тебя Ты не простила меня Я полюбил тебя Ты не простила меня Я полюбил тебя Ты не простила меня Я полюбил тебя 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 Слезы на твоих щеках Опять ждала меня Бухова для семи утра Я полюбил тебя Я обещал, что я всю жизнь буду любить тебя Я рэпер Займа и слова не стоят Я полюбил тебя Я поддонок Я изменщик Я газлайтер Я абьюзер Я не нравлюсь Твоей маме Ты ху... Ага, пусть Детка, хватит мне уже давать последний шанс Счастье это не для нас Последняя любовь Пепел на простынях Бери все мои вещи Выкидывай из окна Последняя любовь Плачешь, а мне плевать Ты больше не поверишь Никому и никогда Иди-па-ти 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 Ночь-ночь, красная лента Я сегодня буду с кем-то Я сегодня буду где-то Моя песенка не спета Никогда не знаешь, как кончится ночью Что луна мне на пророчестве Где я выпущу шасси Абка в пути Абка в такси Слез и стрессы Просто дождь Куда такси? Ты меня везешь Куда такси? Твой путь проложен Резкий поворот Вместе не положено Ночь-ночь Начинает заграв Мне никто не соблюдает Правила Мне никто не оставляет Номера В легко не осталось Проиграть Но я с пеноми Сама Сказные ложь Сова Я с пеноми Сама Сказные ложь Сова Помню твои черты и баг Память девичий провал Память девичий провал Но я с пеноми Ночая ночь Улучая ночь До сих Улучая ночь Память Ты Улучая ночь До сих Зелёный зил, приоткрыто окно Я будто актрис, неизвестна в кино Я будто играю свою лучшую роль Я снова меняю свой код-пароль Это просто дождь, цвет слёз и страсти Не знаю слов, кто русский, я не знаю слов, газ Но я с веноми, сама Сказанные ложь, слова Помню твои черты и вага Память девичий провал Память девичий провал Но я с веноми, а-а То, что у меня ведёт внутри Тянется мой к тебе вогнит Плавит знанье две гранит Осень над городом горит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Завтра не будет, есть только сейчас Грустную музыку тоже оставь там Завтра не будет, есть только сейчас Это мы и не мы В три руки работаем Завтра не будет, есть только сейчас Да, да, да Вылокала, вылокала тебя Это мы и не мы Так же не будет, есть только сейчас Грустную музыку тоже оставь там Так же не будет, есть только сейчас Это мы и не мы Добери мне, не спой Добери меня Добери мне, не спой Добери меня Не д Janet Не дана Не дана Не дана Не дана Не даны Раст bio Продолжение следует... Как киборги Элла И заполняли пространство А может быть эти звуки Странники фури Что пытаются с нами связаться Сюда принес их послушать Космический ветер Но я могу ошибаться В атмосфере ночной Сигнал посылает Под белой луной Как тот зимец моя Машу вам рукой Вы видите, знаю Возьмите меня с собой Я тут убираю Звездами космос посыпал планету И некуда было деваться Мы шли на звуки Как киборги Элла Мы заполняли пространство Звездами космосферы Звездами космосферы Звездами космосферы Как красоты люблю Тебе нашחб IzYu Как вставляйте декру Вставляй Как вставляйте декру Вставляй Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я летаю, я летаю, там в юго-то небесный свет, нереально светло бед, и я мечтаю, и я мечтаю, и я молю на выхачках, и же небо в ручках, забываю, забываю, и невозможно угадать, и невозможно передать, что я знаю, что я знаю. Я ловлю, 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 я лов Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, мы приветствуем вас в нашем магическом салоне. И сегодня у нас очень неприятная встреча. Неприятная она, потому что в нашем дружном коллективе случился раскол. И мы собрались здесь, чтобы задать вопроскам кому и понять, кто в этом виноват. Давайте, наверное, все-таки научим делать наших любимых зрителей бабочек. О, нет! Пожалуйста, ты мне, я прошу, мол, тебе этого. Уйди, уйди! Итак, друзья, чтобы научиться делать так, нужно выучить 4... Просто нужно родиться с этим. Бабочка, бабочка. Да какая бабочка? Это пчела какая-то. Вы что-то на камеру не работаете. Вообще, нет. Вы какой-то у вас такой, знаешь, между собойщик. Камера хочет красоты. Дайте ей что-нибудь горяченького. А то я снимаю, как будто вы сидите на лавке и болтаете между собой. Все упали, все быстро. Падаем. Все падаем. Падаем, падаем, падаем. Я вот так. Окей. И вот, ребята, подумайте, как можно снимать. Сниматься в одном шоу. Это просто невыносимо. А ты видел, как ты выглядишь? Нам с тобой иногда тоже сложно, потому что ты всегда самый яркий. Там в серединку не садись. А мне только и стоять можно. Все у меня встал. Пока они ссорятся, я хочу объявить следующую рубрику. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Это таскальная пауза. Давайте уходите. Вы как бы уходите? Ну ладно, не будешь прийти. Да, я всегда должна быть сгадкой. Ну все. Ну все. Было. 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 Продолжение следует...